Писание говорит через апостола Павла. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь. И мы как семья сегодня радуемся, что встретились, что поклоняемся Богу, прославляем Его, как сказал Андрей, тому, кто дал нам силы, ходить на работу, зарабатывать деньги, покупать себе новые машины, строить новые дома. И, конечно же, самое главное, это, в первую очередь, дать тому, кто тебе все это дал. Аминь. Итак, у нас сейчас несколько сегодня времени, чтобы засвидетельствовать. Прошла неделя. Некоторых я встречал, общался, многих не видел, и вы не видели друг друга. И я не знаю, что было в вашей жизни. Поэтому, если ты видел руку Божию, Бог тебя что-то особенное открыл, через Своё Слово, Он тебя чем-то особенным благословил. Не держи это. Поделись это с другим. Пожалуйста. Кто хочет, у нас сейчас свободное время. Будьте как дома, как его дети, как семья. Пожалуйста, кто может засвидетельствовать? О, пожалуйста, Дина. Слава Иисусу! Я хочу вдохновить вас. Я хочу вдохновить вас. И напомнить, что Господь благ. И я хочу напомнить, что Бог благ. Когда на молитве мы молились, это чуть было где-то месяц назад. Maybe a month ago. Просто я никак не могла это сказать. Не получалось. Мне пришла одна девушка, чтобы просто за нее молиться в течение какой-то песни. Somebody came to me, and during the song, she asked me to pray. Oh, in her thought, she had this image of someone to pray during the song. It was somewhere from my school, from my class. About seventh grade, I used to go to the same class with her. She wasn't even my friend. I didn't even talk to her much. But about two times I met with her. Она меня сама нашла. She found me. И она меня спрашивала о моей религии. She's asking me about my religion. Она что-то делала по школе. She did something for the school. И она говорила, мне надо знать о твоей религии. So I need to know something about your religion. Но я ей просто свидетельствовала о моем Господе. because I was testifying to her about my Lord. Как бы было это возможно ей просто засвидетельствовать о любви Божьей. И это уже сколько лет, наверное, я не знаю, прошло. Много. Я знаю, я как бы слышала о ней, что она вышла замуж и переехала в Индию. она там вышла замуж и родила ребенка. И она сильно болела. Но я об этом не знала. Но как бы когда мы на молитве, она просто мне пришла. и просто Господь мне дал за нее молиться именно за спасение души. И God put it on my heart to pray for her salvation. Я просто даже начала ходатайство за нее. И как бы через три дня я думаю, еще странно, что она мне пришла. И я думала, это очень странно что я вспомнил о ней. И как бы через это как бы через три дня я узнала, что она умерла. Она умерла. И я просто для меня это было как что насколько Бог знает каждого человека. И что Бог побуждает находит людей просто за тебя молиться. To pray for you. And intercede for you. И что самое интересное мне, я думаю, что Господь, я молилась, чтобы она именно открыла свое сердце. И чтобы она просто познала Иисус, чтобы кто-то ее засвидетельствовал в это время, помолился за нее. И я просто хочу сказать, что если в вас есть такие приходят вам люди, это не для того, чтобы вы просто подумали за них. Или просто может осудили их. Но просто Бог дает вам возможность молиться о них. Я просто сказала, хочу воздать Богу славу, потому что he cares. Господь живой. Аллилуйя. Как Дина сказала, я в унисон его свидетельство хочу тоже сказать. Написано, что мы не знаем, о чем молиться. Но сам Дух дотайствует. Когда Тимоша начал молиться за церковь, я начал тоже молиться. начал тоже молиться. Знаете, внутри Дух дотайствовал за одного человека. Но его нету здесь. Он со мной работал четыре дня. Его привозили из раб центра. Человек очень такой сложный, тяжелый судьбой. Он в молодости еще веровал. у него была семья. И потом он приткнулся, начал выпивать, и ушел в запои. И полностью все потерял. И ему 65 лет. У него вообще ничего нету. Нету лайсенса, нету машины, нету где жить, ничего нету. И когда мы начали работать, он был очень слабый физически. У него такое было состояние, что он терял даже сознание. Мы давно уже начали с ним работать. Наверное, больше месяца. Я все время за него молился. И мы общаемся с ним. Так очень сложный человек характер. Не скажешь лишнего слова. Очень сложный. Закрытый. Я все время молился за него. Дай Господи мне необходимые слова, чтобы его не ранить. Еще пока радоваться успехом я не могу. но я вижу, как все это приобретает новые формы. Он физически уже креп. Он может уже иметь нормальную дискуссию. Он уже начинает рассказывать то, что раньше не рассказывал. Я молился и молюсь за него. Если в ваш жизни есть такие люди аналогичные, не переставайте молиться о них. Аминь. Хочу передать также привет всем присутствующим церковь из таких мест, как Украина. У нас там есть несколько команд. Я с ними постоянно общаюсь. Особенно очень сложная ситуация в Харькове. и они просили молиться за них, чтобы Бог дал защиту. Они не просто помогают, хотя это одна из функций таких помогать. Они вывозят людей с этих территорий, которые кормят их прямо там. дают их shelter. Они провели уже несколько детских лагерей. Они занимаются детьми глухонемыми. И they help people that blind and deaf. Can you imagine someone who is deaf like a child and they don't have parents. They can speak and they can hear. So somebody needs to take care of them. Thank you so much because you participate in this ministry. and we send money there all the time. Big greetings from Kenya. Маша звонила передавала огромный привет. Маша said it. Просила молиться за миссию, за церковь. Там тоже большие есть трудности. There are difficulties there. Знаете, всегда где делается дело Божие. Where the work of God is happening. Там не бывает легко. Сатана не трогает тогда, когда ты ничего не делаешь. Ты можешь проверить. Ты сегодня жертвуешь 70 долларов. Начни жертву 140. Потом посмотришь. Хорошо. Есть еще свидетельства? Пожалуйста. Я занял много времени. Пожалуйста. Володя. Кто? Анжелика, давай. У меня было видение про Украину. Это было два месяца назад. Но я вспомнила обо что вчера был День независимости Украины. У меня было видение во время молитвы за Украину в среду. Когда молился Николай. Николай я увидела веточку вишни. И я увидела веточку вишни, которая распускается цветы. И затем я увидела земной шар, именно где часть Украины, Европы распускаются бутоны цветов. очень красиво. И в Библии это значит воскресенье. И вот место я нашла тут из 17.24. И узнают все деревья полевые, что я Господь высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь сказал и сделаю. Я хочу сказать Amen. Это все обо деревья. Бог занимает деревья. Да, и вот еще песня песней. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало. Hallelujah. From song of songs, time is to rejoice. Sorry. То есть я верю, что Бог что-то хочет для Украины особенное. Я тоже давно ждала, когда начнут вызывать. I was waiting for this moment. У меня несколько свидетельств. И первое, то, что в конце апреля у меня сильно болела спина, я потеряла сознание, не могла ходить, лежать, стоять, ничего. я хочу сказать, что не теряйте надежду, Господь исцеляет. И прошлое воскресенье я сидела все служение. Благодарю Бога за это. Второе свидетельство, то, что мы ехали с Евочкой, с дочкой моей станции в три часа дня, спокойно. Мы ездили около 3 часов, не bothered anyone. И на нас, просто сверху, в общем, лобовое стекло, со стороны Евы прилетела огромная шина. и на мою дочкой пассенджер с стороны великой стекло просто от от до ковр. И мы обе очень испугались. Мы got so scared. Я сейчас анализирую и понимаю, что Бог все мягко это сделал. Было много стекла внутри, Ева на лицо. было там в крови, ну такое. There was little blood even. Too much для нас обеих было. It was too much for both of us. И я хочу поблагодарить Бога, что обеим нам он сохранил жизнь. И потом я приехала домой, и мама Катя пишет мне смс-ку. И мама Катя wrote a message. Оксана, how are you doing? I'm praying about you. Поэтому Бог поднимает людей. И если вы думаете, что за вас никто не молится, то за вас молится Иисус. Последнее. Я не могу об этом не сказать. Мы долго молились о том, чтобы у Тимофея не было аллергии. У него была жесткая аллергия на кошек, котов, не знаю что. До такой степени, что однажды мы в 12 часов ночи поехали в emergency, потому что он опух весь и покрылся. господь благ, чудный, он исцеляет. Так было, есть и будет. Слава Богу! Praise God! Она сказала такое слово попутное свидетельство. Она назвала одну из женщин наших сестер мамой. Она ей не мама. Послушайте, я благодарю Бога за такую маму, которая стала мамой не только для своих детей. Praise God for a woman that became mother for many, many children. слава Богу! Пусть Господь благословит вас. May God bless you. Я тоже не могу молчать. Буквально два дня назад было ровно восемь месяцев, как я жива. Мой ребенок и я и об этом надо говорить. Потому что Бог живой. И буквально две недели назад у нас был митинг со всеми теми, кто был под Экма машиной. Нас было за этот год всего лишь три семьи. Те, которые приехали туда. Они приехали с семьями. И среди всех них мы были самые молодые. И у нас было такое классное общение с ними и каждый рассказывал свою историю. И мы были последние. И я начала говорить и меня перебивает моя медсестра, которая была здесь, тоже говорила свидетельство. присутствия и божьей меня на том месте. Потому что когда они говорили, они просто такие безжизненные, те, которые стали живыми, они стояли такие безжизненные и с такими просто глазами с кучей вопросов. Потом за что? И у всех них были какие-то предпосылки к тому, что это произойдет. Были проблемы со здоровьем. И в это все время меня просто переполняла такая радость к Господь. Я буду говорить не о себе. Я буду говорить о тебе. и мы говорили о нем очень много. Но медсестра перебила и начала рассказывать это все с начала до конца. Просто как часть моей семьи, как часть нас, она там была с первого дня до сорокого дня. И она это все так рассказывала и потом говорит, она была там сорок дней, и она видела себя. И они просто стоят, и их семьи стоят и начинают плакать. И она начинает рассказывать за нашу церковь, за нашу семью. Какая-то сила веры. И они начинают плакать. мы потом обнимались много говорили. И я так рада, что вся эта история и все то, что произошло, она сказала, что такого еще не было. И то, что мы прошли, такого еще не было, чтобы два человека выжили в такой ситуации. меня переполняла такая радость о том, что Господь, спасибо. Это все ты. Я так счастлива, я хочу просто вдохновить каждого из вас сидящих. То, что это все мы прошли, зная то, что у нас есть Бог. Мы любимы Ним. Я Его, и Он мой Бог. И все то, что мы прошли, это все только о Нем. И мы говорили, что только Он есть жизнь. Ты можешь жить, но не быть живым. Ты можешь проживать свою жизнь, но выживать каждый день. Я не говорю о каких-то трудностях и проблемах. Я считаю, что выживание это когда ты не знаешь Его. Но ты можешь лежать на постели и чувствовать себя плохо, но ты знаешь, что у тебя есть Бог, и ты подымешься, потому что у тебя есть Бог, и по-другому не может быть. Потому что там, Бог, там нет болезней. Там, где Бог, там нет разводов. Там, где Бог живой, если ты знаешь живого Бога, там будет жизнь. Поэтому я славлю Его еще раз и еще раз. слава. More and more. Hallelujah. У нас есть девушка. Спасибо. I can always translate into English. I'm just kidding. So this past month I was working at a bakery decorating and my boss comes to me one day after my shift and he says the bakery is closing down and he only gave me a week and a half notice of this. And he said it for a week and a half and a half notice of this. And I thought that it was part of the plan for God. And I thought that it was part of the plan for God. So instead of worrying too much I just went out and immediately went from place to place asking if people were hiring him. вместо того чтобы переживать я пошла и начала спрашивать во многих местах кто нанимает на работу. And у меня появилось очень много интервью потому что люди хотели со мной разговаривать даже по зуму. Где-то неделю с половиной я шла с одного интервью на другое. And out of all of the places I interviewed for со всех мест где меня спрашивали I got offers to all of the jobs except one of them. Люди предлагали на всех работах кроме одной. So he kind of gave me my pick my choice. И Бог дал мне выбор чтобы я выбрала. And I just I recognized it was his favor pouring down on me. And wanted to give him thanks for it. Спасибо ему за это. Thank you. So we were we were looking for a van this year. Нам нужна была машина van. And just because it was easier with the kids there's more room and everything. Намного легче с детьми больше места. And July God answered a prayer and provided us a van. дал нам машину van. And we we got it and there was like no issues except that we had to change like one part and then we didn't have a center console. when we when bought there there was no problem only one of the one changed and there was no between the seat and there thing yeah so like for me it's like there's no cup holders or anything it's just the one in the door and I'm like it was kind of uncomfortable but we dealt with it it's fine I'm like I was like we got a van it's like so much easier with the kids it was awesome and like we were looking online we couldn't find one they were just like they were expensive and Andrei was like you know let's just be patient we'll get one later and we искали искали все было дорого и мы решили подождать Andrei сказал давай подождем yeah so I was just I just like whatever I'm just not going to worry about it we'll find one eventually and then I get a voice that says why don't you ask me so I was like you know what that's right I was like Lord please provide us a center console for a good price for a good price and then yeah and then not even a week later даже неделя не прошла Andrei is somewhere getting some parts and he finds it for 50 bucks and they're originally like 200 if not more and plus to get one right now they're like on back order so we'd be weighing months so he's like you asked me so here's one so he answers prayers just believe and I'm trust he's like and I'm so he's like I'm so he's like so he's like we're going to listen to what God he's like for us so Аллилуйя. Очень практичное насчет христианства. Только потому, что вы являетесь христианином, вы являетесь уже целью. Дьявол хочет вас атаковать. Этот мир хочет вас атаковать. Ваша собственная плоть хочет вас атаковать. И иногда вы проигрываете. Практический совет. Просто так, для напоминания. Когда вы даже под атакой, и вы проиграли. Потому что это со мной происходит тоже. Это тоже маленькое свидетельство для меня. Люди говорят это, думают об этом. И это идет против вас. И мы боремся с этим. И потом Господь дал мне место в Писании. Эфисианам 12.3 Согласно Его Помыслите о претерпевшем. Такое над собой поругание. От грешников. Чтобы вы не потеряли свое сердце. И не ослабели душем. И не ослабели своим духом. Бог есть благ. Почему я продолжаю думать об этом, что случилось. Вы знаете, это может произойти в вашей жизни. И когда это происходит в вашей жизни, это занимает все ваше внимание. И вы пробуете, пытаетесь бороться с этим. Но иногда это очень сложно. И самый близкий человек, который обидел вас, он больше всего болит. Вы все время помните об этой боли. И вы постоянно спрашиваете, почему ты это сделал со мной? Почему она или он сделал это со мной? Я думал, что мы хорошие. И мы сами себя обсуждаем. Но с этого момента, когда я осознал это место Писания, я наконец-то осознал мою позицию в это время. Все время, когда вы чувствуете себя обиженными, это о вас. Это все о вашем эгоизме. И это вот почему очень трудно выйти из этого. Поэтому Писание говорит, подчинитесь или возьмите его другого человека. Я не знаю, как насчет вас, но когда мы обижаемся, мы молимся. И вы можете молиться. Но Библия дает очень практический совет. Говорит, подчинитесь. И слово «подчинитесь» означает думать о ком-то. Думайте об этом какое-то продолжительное время. Думайте намного глубже. И чем больше вы думаете, тем больше вы понимаете, что происходит. Это слово делает обращение вашего ума. И каждый раз, когда вы думаете, чем больше вы думаете, вы строите одну мысль на другой мысли, и вы строите. И что происходит, чем дольше вы думаете о правде, чем меньше вы опускаетесь ниже, больше вы строите основания. И когда вы осознаете, что Бог сделал для вас, если вы просто внезапно подумаете об этом, если это не случилось как факт для вас, но тем больше и глубже вы думаете об этом, у этой мысли есть какие-то определенные уровни. И вы передвигаетесь от одного уровня на другой уровень. Когда мы делали свидетельство сегодня, вы осознали, что люди, которые говорили, они думали об Иисусе. Они осознали, что Бог говорил с ними. Они осознали, что Бог хотел, чтобы они что-то сделали с этим. Чем больше вы думаете об этом, тем больше вы осознаете, что Иисус заботится о вас. Чем больше вы думаете о себя, тем хуже вы чувствуете. Но чем больше вы думаете о Нем, тем больше ответов вы получаете. Победа в вашей жизни не приходит от того, что вы победили самого себя. Ваша победа приходит, когда вы думаете о Нем. Аминь? Аминь. Практически, как это выглядит. Независимо, с какими бы проблемами вы не столкнулись. Независимо, что бы приходило. Оно приходит от духовного. Оно приходит от людей. Или это приходит от обстоятельств. Библия говорит, ищите Его. Вместо того, чтобы звонить своему другу, вместо того, чтобы жаловаться родителям или кому-то другому, вы оставьте этих людей в покое. И полностью переключите свой фокус на Иисуса Христа. Это самый сильный совет. Потому что это реально работает. Потому что, когда вы думаете о тех людей, которые причинили вам проблемы, ваш весь мозг наполнен этими проблемами. Когда вы видите проблему, вы не видите ответа. И ваше тело начинает реагировать. И вы начинаете чувствовать себя хуже и хуже. И это похоже как на круг. Чем дольше вы думаете, чем быстрее она будет идти по кругу. И вы начинаете загружать свое сердце. И вы чувствуете даже это физически. Каждый раз, когда вы ловите себя в этом. Вот маленький совет. Всего вашего ума, идите к Иисусу. Ваше тело говорит, не делай это. Ты не почувствуешь ничего. Потому что ваша гордость или ваше самосожаление, оно возвышается иногда больше. Но ответ мы находим в Иисусе. Независимо, через что бы вы ни проходили, Иисус есть ответ. Вы знаете почему? Потому что Господь, Он выше всего. Он Господь всего. В этом мире мы имеем проблемы. Но все ответы приходят от Него. Вместо того, чтобы думать о проблеме, думайте о решении. И Его имя Иисус. С этого момента. Мы будем побеждать нашу. Мы будем прощать тех, которые обидели нас. Когда обстоятельства не имеют уже значения. Когда вы думаете, что вы под духовной атакой, и никто вас не понимает. Что мы будем делать? Иисус. Отдавайте Ему всегда, все время. Начинайте говорить с Ним. Даже если вы взяли это с практически каких-то моментов. Господь был в Гефсиманском саду. Он очень сильно понимал, он прекрасно понимал, что Он умрет скоро. И Он молился, да минует меня чаша сия. Когда вы чувствуете плохо. Продолжайте обращаться к Богу. И говорите Ему то, что вас болит. Этот человек был неправ. Вместо того, чтобы говорить, обсуждать другого человека, начните говорить с Иисусом. Это было очень необычно для Иисуса, когда Он был проклинаем. И рано или поздно это будет плохо и для вас. Но ответ вы можете найти только в Иисусе и в Его присутствии. Если вы научитесь маленькой вещи, вы всегда будете победителем. Вы всегда будете исполнять волю Божьей. И нет ничего, что бы остановило вас от этого момента. Это приходит естественно? Нет, это не приходит естественно. Это легко? Нет, это не легко. Но всегда помните, что любой плохой мысли придет конец. Что бы плохого не случилось в вашей жизни, этому придет конец. Но ты можешь помочь этому. Ты можешь намного ускорить это. Думайте об Иисусе и о том, как Он страдал. Потому что Он благ. Подумайте об этом. Сопоставьте свою боль в этот момент с болью, через которую проходил Иисус. Они избивали Его. Это было ужасное избиение. Он умер за вас. Он пожертвовался. Сам Отец отвернулся от Него. Но это никогда не случится с вами. Потому что Иисус уже заплатил цену. Просто подумайте, как много страдал Христос. И потом просто сравните. Я знаю, что ваша боль – это весь мир вокруг вас. Но сравните это с тем, через что прошел Иисус. И когда вы сидите и думайте об этом. И начинайте сравнивать себя с Иисусом. И начинайте думать о своем переживании и о Иисусе переживании. Рано или поздно вы получите это откровение. Через что бы я ни приходил, оно никогда не сравнится, через что прошел Иисус. Всегда беги к Иисусу. Это откуда приходит спасение. Это все насчет вашего сердца. Это все проходит через ваше сердце. Люди находятся под стрессом, потому что они не чувствуют своего сердца. Я не знаю, почему я делаю это. Я вообще другую пробовать приготовил. Вы можете закрыть свои глаза. Мы называем это обновлением. Что бы ни происходило в вашей жизни. Что бы ни касалось в вашей жизни. Независимо, кто бы обидел вас. Даже, может быть, близкие люди, которые... Может быть, ваши друзья или родители. Может быть, это кто-то в церкви. Я чувствую боль. Я прохожу через эту боль тоже, иногда сам. Но это реальность, в которой мы живем сейчас. И ты можешь сделать выбор прямо сейчас. Ты можешь продолжать жить в этом. Или ты начнешь звать из глубины твоего сердца. Иисус. 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 Ты знаешь, через что я прохожу сейчас. Я знаю, что ты можешь помочь мне в этом. Знаешь, что ты служил в этом. Но эта вещь меня сегодня. Это так больно. Иисус. Я знаю, что это приносит мне боль. Но я понимаю, что ты должен быть намного дальней. Просто начинай сравнивать свою боль с болью, которую прошел Иисус. Если ты думаешь, что это хорошо для тебя, то сделай это прямо сейчас. Начни благословлять людей, которые вокруг тебя. Чтобы церковь была как больница. Когда мы принимаем друг друга. Любим друг друга. И одновременно, когда это так касалось моего сердца. Я осознал, насколько Бог сильно любит людей. И когда вы через это начинаете смотреть на других людей. Вы не судите их. Вы просто любите их. Мы просто любим людей в этой церкви. Когда ты проходишь через что-то, мы понимаем. Но Господь дал нам глаза, чтобы мы видели. Чтобы мы понимали. И трудно любить людей вокруг нас. Когда кто-то проходит через что-то сейчас. Если кто-то проходит через что-то сейчас. Твоя боль будет моей болью. И твои обстоятельства будут моей боли. Господь, мы продолжаем нуждаться в Тебе. Именем Иисуса Христа. Просто двигайся среди нас. Потому что это все о Тебе. Это все о Тебе. Это все о Тебе. Это все о Тебе. Это все о Кресте. Это все о Тебе. И о тех переживаниях, которые Ты делаешь. И мы, когда думаем об этом. Это только одно откровение, которое мы имеем. Иисус, Ты все для нас. Иисус, Ты даешь ответ каждому разбитому сердцу. Он сделал этот обмен для Тебя на Кресте. Он взял, с чем Ты не сможешь справиться. И Он дал Его праведность, Его мир и любовь Тебе. Иди, приходи к Иисусу прямо сейчас. Сдайся Иисусу. Отдай Ему все, что тебя беспокоит. Если ты можешь делать это в Церкви. Это будет намного легче сделать тебе и дома. Мы здесь просто временно. Мы ни на что не претендуем, потому что мы являемся христианами. Мы хотим просто иметь реальное дело с нашими реальными проблемами. И посвятить Тебе. И позволяйте этот место становиться христианным местом. И Вы ведете людей к исцелению. И ведете людей к Иисусу. Отец, благослови каждого в этом месте. Пусть эта правда чтобы она запомнилась и мы практиковали ее до конца нашей жизни. Чтобы когда мы будем проходить через трудные времена, напомни нам Дух Святой. что мы можем проходить через обстоятельства. И мы можем победить это все и пройти через это. Потому что мы имеем реального Иисуса. Изменяй реальность прямо сейчас. Потому что Ты хочешь войти в нашу жизнь. И Ты хочешь изменить каждый ум прямо сейчас. И Ты хочешь забрать всю эту боль. Во имя могучего и имя Иисуса. Сатана, Ты не можешь использовать эту боль против нас. Мы провозглашаем победу Иисуса Христа прямо сейчас. Если у тебя еще есть, продолжаешь проблемы в этом. Или у тебя есть какая-то другая нужда. Останься после служения, мы сможем послужить Тебе. Но то, что я хочу, чтобы Ты знал. Мы, как тело Христа, мы заботимся. Мы любим. Мы понимаем. Мы не осуждаем. Мы здесь для Тебя. Мы здесь, как в больнице. Помогая один другому. Мой Бог благословит Вас. Слава Богу. Бог положил такое место Писания на мое сердце. И я целую неделю это читал. И в среду я читал то же самое. И я чувствую, что это как ответ для некоторых. Как пастор сказал, я чувствую, что есть боль. И люди, может, сражаются с чем-то в своей жизни. И много раз, когда мы с чем-то сражаемся, мы всегда думаем, что это дьявол. И много раз, это даже не дьявол. Библия говорит, Иисус сказал, в этом мире у вас будут проблемы. Не потому, что что-то не в порядке с тобой. Не потому, что что-то не в порядке с тобой. Даже не из-за твоего греха. Но мир разлагается. Потому что мир разлагается. И Иисус сказал, укрепись, потому что я уже победил этот мир. Много раз, когда мы сражаемся с дьяволом, мы берем эту битву в свои руки. Иногда мы повелеваем его. Резист the devil. Но много раз, когда я что-то вижу в моей жизни происходит, Господь всегда меня спрашивает тот же вопрос. Ты будешь сражаться, или ты дашь мне, чтобы я сражался? 95% of the time, I said, I'll fight it. 95% я говорю, я буду сражаться. I got this. Потому что я смогу. И then I get to my weak point. И потом мне становится тяжело. И then the Lord says the same question again. Господь спрашивает тот же самый вопрос. I remember when I was, like, in school. Я помню, когда я был в школе. And I was really short in school. Я был короткий в школе. Believe it or not. The Lord answered a prayer for me. Come on, I was the shortest kid in class. And, you know, you get picked on because you're little. You're in sixth grade. And people are like, you should be in third grade, bro. And it's painful. And it's not just when you're a child, you can go through these things. When you're an adult, you can also go through these things. And I remember one time I tried to pray. This is before I was a Christian. Like when I was a kid. And I remember the same words. Are you going to fight it or I'm going to fight it? The Lord took care of my enemies in middle school. Господь позаботился о моих врагах в средней школе. In high school as well. And then I was taller than them. And then I was taller than them. I did beat them. No, I'm just kidding. I'm kidding. I did anything. I didn't. Here's what I want to read for you in case you think I'm lying. Here's what I want to read for you in case you think I've done it. James chapter 1. Iakov 1 главa. From verse 2. 2 стих. And James is sending a letter to all the tribes of Israel. And Iakov писал всем в Израиле. Every single tribe, he's like, I have something to tell you. Каждому колену в Израиле, он сказал, у меня что-то для вас есть. James chapter 1, verse 2. Иакова 1, 2. Dear brothers and sisters. Дорогие братья и сестры. When troubles of any kind come your way. Когда подайте в различные искушения. Consider it an opportunity for great joy. С великой радостью принимайте. A lot of times when trouble comes our way. We don't think about, let me just be joyful over this. We don't pray, Lord give me joy. You say, get out in the name of Jesus. Verse 3. For you know that when your faith is tested. Your endurance has a chance to grow. Производит терпение. So let it grow. Let it grow. Verse 4. For when your endurance is fully developed. Потому что когда терпение достигает совершенства. You will be perfect and complete. В этот момент вы становитесь совершенными. Say with me, I will be perfect and complete. Скажи, я буду совершенным. I will be perfect. Я буду совершенным. I will be perfect and complete. Я буду совершенный и полноценный. Needing nothing. И мне ничего не нужно будет. И много раз. Most of the time. Даже почти всегда. The Lord allows things to happen in your life. Господь разрешает, чтобы вещи произошли в вашем жизни. Not because you're weak or because you sin. Not because you're weak or because you sin. Because God knows. Потому что Бог знает. That you are more than conqueror. Потому что ты больше чем победитель. Он знает, что ты сможешь это преодолевать. И когда ты это преодолеваешь. Ты не только борешься с этой негативной вещью. Но твоё терпение перерастает. Твоя вера вырастает. А lot of times we want to heal by faith. Мы хотим пойти исцеленной верой. Мы хотим финансы верой. Но мы попадаем в эти маленькие искушения. И Господь разрешает, чтобы это происходило. Чтобы мы преодолевали эти вещи. Ты ever asked something to the Lord. Give me finances or healing. Просил Бог, дай мне исцеление или финансы. Ты не можешь просто получить веру. Без веры ты не можешь ничего делать. И когда ты просишь у Бога о чём-то. Бог говорит, я не просто это тебе дам. Я могу это дать тебе. Представьте, что Бог ответил каждую твою молитву. Потому что наше сердце не всегда право. Бог сказал, я отвечу. Но мне надо, чтобы ты возрос. Я тебя растяну в разные стороны. Потому что твоё долготерпение должно вырасти. So you can then receive it by faith. So that you become a powerful Christian. So that you walk in the faith. И ты будешь двигаться верой. You walk in the Spirit. И ты будешь двигаться в духе. So when there's things that come in your life. You must consider it a great joy. Thank you, Lord. I know what this is. I'm gonna become better. The Bible says, if I overcome it, I'll be perfect. I will be complete in my heart. And I don't need anything. A lot of times we need something. Because we're broken. And so James says, consider it a great joy. And overcome it. Fight it. Resist it. Come to a prayer. Pray over it. Come to the altar when somebody gives you altar call. And when you overcome. You'll become a powerful Christian. The devil will be afraid of you. Amen. So I just want to bless you all. Be encouraged. Become perfect and complete. Needing nothing but Jesus. Amen. Amen. Be blessed. Have a good day. Have a good day. Спасибо.